С вами Биржевой помощник на телеканале Алматы. Все о работе финансовых рынков и их особенностях. Я Ирина Нестеренко, здравствуйте. Сегодня мы говорим о фундаментальных факторах, которые оказывают наибольшее влияние на финансовые рынки. Со мной в студии Евгений Усанов, региональный директор компании «Фиба Групп» и Евгений Слесарев, инвестиционный консультант «Фиба Групп». Здравствуйте. Я думаю, что имеет смысл начать с самого фундаментального анализа, поскольку он включает все эти факторы. Что он изучает, этот фундаментальный анализ, и для чего он нужен трейдерам и инвесторам? Фундаментальный анализ – это анализ политических и макроэкономических событий, а также сценариев их развития с целью определения будущих цен на бирже. Другими словами, фундаментальный анализ изучает и оценивает ситуацию в политике, экономике и финансах. При этом основная информация определяют через различные новостные ленты и информационные агентства. На наших бесплатных вводных семинарах мы рассказываем о таких источниках информации. Поэтому звоните по телефону, который видите на своих экранах, записывайтесь и приходите к нам на семинары. Вот этот вид анализа больше кто использует? Существуют и трейдеры, и инвесторы на рынке, кто больше подвержен ему и кто за ним следит? Фундаментальный анализ в первую очередь – это инструмент инвестора. Этот вид анализа помогает определить общее глобальное направление рынка, настроение участников торгов. При этом бывают такие моменты, когда рынок идет против сигналов, которые подает фундаментальный анализ. Поэтому мелкому спекулянту использовать фундаментальный анализ сложно, особенно если он новичок. На чем основывается сам фундаментальный анализ? Есть какие-то факторы? Какие именно? От чего зависят показатели эти? Как сказал мой коллега, задача фундаментального анализа – определить общее настроение. Говорят так, что основная задача фундаментального анализа – ответить на вопрос, почему происходят те иные события на рынке. А отсюда мы можем выделить основные факторы, которые будут оказывать влияние на рынок и которые должен изучать фундаментальный анализ. В первую очередь, безусловно, это политика. На сегодняшний день все прекрасно понимают, что политические решения, политическая воля и влияние на финансовый рынок оказывают громадное давление. И, соответственно, мы видим очень сильные движения, связанные именно с какими-то политическими событиями. Второй, не менее важный фактор – это, безусловно, экономика. Экономика является основополагающим принципом изменения цен на рынке. Ведь именно благодаря экономике, благодаря тому, какое производство в стране, какой уровень ВВП, инфляция, безработица, мы говорим о том, насколько данная страна привлекательна для инвестора. Мы говорим, насколько данная валюта привлекательна для инвестора. Будет ли расти фондовый рынок, есть ли у него перспективы еще развития или таких перспектив нет. И это все экономические вопросы. Кроме того, мы выделяем отдельно, хотя зачастую это объединяет именно в экономику, финансовое положение. То есть, говоря о отдельно взятой экономике, мы не можем не рассматривать именно финансовое состояние, состояние денег этой экономики, стоимости денег и перспектив стоимости денег. На сегодняшний день, я думаю, что для финансовых рынков это вопрос наиболее важный. И, если хотите, заведуют этим вопросом или отвечают за этот вопрос, в первую очередь, центральные банки и те решения, которые они принимают. Я думаю, что имеет смысл более подробно еще раз сегодня поговорить о непосредственной деятельности центральных банков, чтобы наши телезрители понимали, насколько это важно, к чему это приводит, и как это может повлиять в том числе и на нашу с вами жизнь. Ну и нельзя не сказать о таком важном факторе, как слухи и ожидания. Они, по сути дела, включают все то, о чем я говорил до этого. Они включают и экономические ожидания, и политические слухи. Мы все думаем, как отреагирует Америка на какие-то изменения, скажем, на Украине. Будут введены новые санкции или не будут. И, по сути дела, это все рождает слухи. А слухи приводят к тому, что биржевая общественность, биржевая толпа начинает позиционироваться. Так или иначе позиционироваться в рынке, это, соответственно, приводит к определенным движениям. Цены зачастую именно на слухах улетают слишком далеко от своей реальной справедливой стоимости. И потом происходит выравнивание. И вот понимать настроение рынка и те слухи, которые наиболее актуальны на сегодняшний день, тоже необходимы участнику биржевых торгов. Ну и последний фактор, который имеет смысл рассматривать, это, безусловно, форс-мажор. С одной стороны, рассматривать форс-мажор достаточно сложно. Сложно, потому что это какое-то неожиданное, чрезвычайное событие. Такое, как землетрясение, наводнение. Которое невозможно предугадать, но так или иначе они сразу же влияют на рынок. Абсолютно верно. Но они сразу же повлияют на рынок. И более того, после такого события произойдут какие-то, может быть, даже ожидаемые события. И вот понимать вид форс-мажора и его последствия участнику биржевых торгов необходимо. Причем есть отдельные страны, на которые влияние форс-мажора оказывает, на первый взгляд, неожиданное влияние. И об этом тоже нужно знать, выделять. Такие страны, может быть, в зависимости от той политики, которую они ведут. Вот у нас получилось, по сути дела, четыре основных фактора. Это экономика, это политика, слухи и ожидания и форс-мажор, которые необходимо рассматривать, оценивать, когда вы говорите о фундаментальном анализе. И все это, как абсолютно верно сказал мой коллега, это все интерес, в первую очередь, инвестора. Вот, Евгений, для вас, как для инвестора, насколько важен этот вид анализа и эти факторы все? Фундаментальный анализ для меня дает понимание текущих мировых процессов. Помогает в построении моих планов работы как руководитель предприятия. Кроме того, с помощью этого вида анализа я создаю модели развития мировых событий. Поэтому я отслеживаю большую часть фундаментальных факторов. Рекомендую это делать всем. Однако, для работы на финансовых рынках, мне как инвестору, который отдает деньги в доверительное управление, он мне не нужен. То есть, получается, зарабатывать на нем сложно? Во всем нужен опыт, практика. Для опытного человека фундаментальный анализ может помочь выбрать лучший инструмент. Например, совсем недавно мы говорили об интересной ситуации на рынке нефти. А текущие цены по этому активу дают хорошие перспективы на будущее для инвесторов. А на ситуации нужно уметь воспользоваться. Поэтому мы проводим различные курсы и семинары, в том числе и бесплатные. Более подробную информацию о наших курсах можно получить, позвонив к нам в офис, по телефону, который видите на своих экранах. Если мы будем отдельно рассматривать экономические факторы фундаментального анализа, то какие можно показатели выделить наиболее влияющие, на которые в первую очередь обращают внимание? В первую очередь на сегодняшний день экономику оценивают через уровень занятости. То есть это в первую очередь рынок труда. И я даже не могу сказать, что это во вторую очередь, но это такой же важный показатель на сегодняшний день – это инфляция. Вот два показателя, которые на сегодняшний день оказывают самое сильное влияние на все финансовые рынки и, соответственно, на стоимость большинства финансовых активов, будь то товарный рынок, валютный рынок или даже рынок акций. Именно к ним нужно присматриваться и оценивать их или, по крайней мере, понимать, на какие именно показатели вовремя нужно посмотреть и когда посмотреть. Ну и вот здесь я думаю, что начать нужно все-таки с рынка труда. В первую очередь выделяют такой показатель, как уровень безработицы. Это наиболее известный из всех показателей, которые так или иначе встречаются во всех экономических оценках. Уровень безработицы в первую очередь показывает, какое количество безработных из активного населения, то есть из тех, кто действительно ищет эту работу. И, в принципе, мы все знаем, что с точки зрения экономики, для того, чтобы экономика развивалась нормально, чтобы не было чрезмерной потребности в рынке труда, но и чтобы люди имели определенный страх в потере собственной работы, то необходимо, чтобы в стране уровень безработицы был где-то на уровне 4-4,5%. Вот для статистики, для интереса для наших телезрителей, Соединенные Штаты в 2007 году достигали такого показателя. То есть в Соединенных Штатах уровень безработицы в 2007 году достигал отметки 4,5%. Однако потом наступил экономический кризис. Экономический кризис, который привел, безусловно, к огромному количеству увольнений, люди теряли работу. И уровень безработицы в Соединенных Штатах резко уже к 2009 году поднялся к отметке почти 10%. Чуть больше 10% уровень безработицы был. И вот именно резкий рост уровня безработицы сказал многим экономистам, что экономика Соединенных Штатов, равно как и экономика всего мира, стала впадать в экономическую рецессию. Экономика стала падать, и с этим нужно бороться, бороться кардинально. Какими способами из этого выходить? Показатель, чтобы как-то уменьшился. В первую очередь, это, конечно же, стимулирование собственной экономики. Стимулирование собственной экономики в кризисные моменты идет через добавление денежной массы в экономику. По этому пути пошел в свое время Центральный банк Соединенных Штатов, Федеральная зерновая система. И вот если в 2009 году я сказал, что уровень безработицы был в районе 10%, то на сегодняшний день последние отчеты показывают, что уровень безработицы Соединенных Штатов опустился. И сейчас он составляет 5,6%. То есть это достаточно хороший показатель, уверенный, говорящий о том, что действительно экономика выходит из кризиса. То есть финансовые институты, американские финансовые институты выбрали правильное направление, правильную дорогу и, в общем-то, это привело действительно к улучшению экономической ситуации. А дальше, если у нас есть занятое население, если оно получает деньги, то, соответственно, эти деньги приносят товарооборот, экономика начинает достаточно неплохо работать. И вот работники финансового рынка тогда в такой ситуации, их привлекает рынок получается? Вот. В этот момент мы возвращаемся к финансовым рынкам. И если мы видим хороший рост занятости, если мы видим сокращение уровня безработицы, то это в первую очередь нас привлекает к валюте этой страны. Поэтому сейчас мы с вами наблюдаем укрепление доллара США против всех основных конкурентов. Укрепление именно экономически сравнимое. Потому что уровень безработицы в Соединенных Штатах, как я сказал, почти 5-5%, а если, скажем, взять Единый Европейский Союз, то уровень безработицы чуть больше 10%. То есть показатель в два раза больше. И, соответственно, мы понимаем, что в Европе есть что-то плохое, что отталкивает инвесторов, в первую очередь, от единой европейской валюты. А дальше идет уже сравнение фондового рынка. Безусловно, если много безработных, то уже неинтересно работать на таком фондовом рынке. Вот вам влияние рынка труда. Однако уровень безработицы только один небольшой показатель. Сюда же имеет смысл добавлять такие показатели, как пособие по безработице, количество людей, обратившихся за пособием по безработице.